Добрый день, дорогие зрители православного канала Экзегет! Сегодня мы поздравляем вас с Великим Дундесятым праздником Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Этот праздник является первым из числа Дундесятых, то есть 12 самых величайших праздников, которые мы отмечаем в продолжении церковного года. Как-то так очень символично и не случайно, наверное, произошло, что церковный год открывается с празднования Рождества Пресвятой Богородицы, а последним праздником, который его завершает, является ее успение. Таким образом, как бы весь наш богосужебный год мы проводим под спасительным покровом Пресвятой Владычицы Девы Марии, под которым совершаем свое ежегодное шествие в то Небесное Царствие, в котором уже будет царствовать вечность, и в котором уже не будет этой постоянной смены времен, сезонов и лет, но будет царствовать вечная Божественная Весна. И поскольку мы еще с вами здесь, на этой земле, то очередной новый богосужебный круг, очередной Новый Год мы начинаем с празднования Рождества Пресвятой Владычицы Богородицы. Некоторые люди, они как-то так смущаются, задают вопросы, говорят, ну а откуда мы с вами вообще знаем это предание, эту историю, которая повествует нам о Рождестве Пречистой Девы? Каким именно образом мы ее узнали? Ну, на самом деле, благодаря Богу, сохраняющему то, что необходимо нам для нашего вразумления и просвещения, мы имеем такой неисчерпаемый и очень важный источник знаний, как церковные предания, священные предания Православной Церкви. И на самом деле, священные писания, чтобы не говорили всевозможные протестанты, является ничем иным, как частью этого священного предания. И помимо, собственно говоря, богосужебных книг и книг Нового Завета, книг священного писания, мы с вами имеем еще и книги, которые написаны также очень давно в глубокой древности, но вот по каким-то причинам не были отнесены святыми отцами к канону священных книг, не вошли в Святую Библию. Тем не менее, сами те сведения, которые в них передаются, пользовались доверием у церковных учителей, у тех, кто с глубокой древности сохранял церковные традиции, церковные предания. Вот к одной из таких книг относится так называемая Евангелие детства или прото-евангелие от Иакова. Почему оно не вошло в канон? Вероятно, потому что существовали сомнения в действительном авторстве этой книги и во времени ее написания. Но тем не менее, те события, которые в этой книге отражены, они пользовались авторитетом среди церковных писателей и пользовались полным доверием. Поэтому наше церковное предание и история наших праздников и таких событий, которые легли в их основу, таких, например, как и Рождество Пресвятой Богородицы, и видение во храм Пресвятой Богородицы, они имеют своим основанием именно те сведения, которые находятся вот в этой книге и в других памятниках священного предания Православной Церкви. Итак, из этого предания мы с вами знаем, что праведные Иаким и Иоанна, родители Пресвятой Богородицы, доживя до преклонных лет, обладая определенным достатком и уважением в обществе, тем не менее, были лишены такой важной и важнейшей в глазах их современников и соотечественников добродетели, как многочадность, как полученную от Бога благодать приводить в этот мир, рожать в этом мире детей. И, естественно, что это обстоятельство чрезвычайным образом их печалило. В какой-то момент, как мы знаем из этого предания, праведный Иаким был даже оскорблен одним из священников храма Иерусалимского в то время, когда он пытался принести свои жертвы перед Богом. Его жертва была отвергнута на том основании, что праведный Иаким не имеет детей, а стало быть, имеет какие-то тяжкие, скрытые, тайные грехи, которые препятствуют ему обрести эту благодать у Бога. Вот это отвержение принародное, которое, в общем-то, еще и сопровождалось таким серьезнейшим оскорблением для такого праведного человека, как Иаким, оно вызвало такую горечь, такую скорбь в его душе, что он положил в своем сердце уйти и не возвращаться в свой дом до тех пор, пока в подвиге молитвы и поста он, несмотря на преклонный возраст и свой, и своей супруги, не спросит себе у Бога эту великую благодать чадородия. И вот праведный Иаким удалился в пустыню, где проводил время в молитве, в подвигах поста, в труде духовном, для того, чтобы этой своей молитвой и спросить у Бога рождение дочери или сына, ну, то есть того, кто продолжит в этом мире наследие его рода. Согласно одному из преданий Иерусалимской православной церкви, его благочестивая супруга Анна, она тоже удалилась и отправилась для совершения этой молитвы в те же пустынные места, хотя и немного в удалении от своего мужа, но тоже молилась и спрашивала себе благодать чадородия, поскольку ей сказали, что муж ее после совершенной такой вот в отношении него обиды ушел из дома и удалился в пустыню. Другие предания говорят о том, что праведная Анна ожидала своего мужа дома, но тоже предавалась вот таким, такому усердному молению о даровании себе дитя. Это место сейчас известно, где праведные Иаким и Анна совершали свой вот такой вот молитвенный подвиг и где этот подвиг увенчался явлением Ангела Божия, который принес им радостную весть, радостное обетование о том, что от них родится та причистая дева, младенец Мария, которая, успев возрасти, принесет плод чаяния всего человечества на этой земле, принесет избавление всему человеческому роду, явившись безмужной Матерью Господа нашего Иисуса Христа. И на месте этих пустынных подвигов и на месте той радости, которую получили благодаря им и Акима и Анна, в более поздние времена был построен монастырь, который вот в этот день Рождества Богородицы празднует престольный праздник главного храма этой святой обители. Место, в котором расположен этот необыкновенный живописный и такой вот освященный столетиям иноческих подвигов монастырь, называется ущелье Вади Кельт. Это очень такое действительно впечатляющее место. Многие паломники из тех, кто вот имел счастье побывать на святой земле, безусловно, там бывали. Вообще, вот это вот ущелье, оно соединяет окраины Иерусалима с Иерихоном. Когда-то в древности по этому ущелью пролегала та самая дорога, на которой несчастный путешественник впал в руки разбойников и сделался их жертвой. А никто из тех, кто торопился совершать свои обязанности священник или левит в Иерусалимском храме и шел той же самой дорогой, не подошел к лежащему израненному человеку, не оказал ему никакой помощи, сделал это лишь только один самарянин. Ну и действительно, следы этой древней дороги до сих пор видны на склонах этого ущелья. Весь путь от Иерусалима до Иерихона занимает порядка, ну, наверное, где-то около четырех часов для такого подготовленного путешественника. Ну, конечно, двигаться от Иерихона, от глубины в минус 250 метров ниже уровня моря, подниматься на высоту почти километра над уровнем моря, на которой находится строение Леонской горы и чуть ниже находится старый город Иерусалим. И это, конечно, достаточно тяжелый такой подвиг и большой путь, который, конечно, уже может занять и больше времени и сил. Вот примерно почти на середине этого ущелья, ну, несколько ближе к Иерихону, до которого остается там, ну, примерно около часа, даже, может, чуть меньше пути, лежит вот этот замечательный монастырь, который получил название обители преподобного Георгия Хазевита или Хазевитской лавры. Несмотря на то, что он носит имя Святого Георгия, на самом деле основателем этого монастыря явились другие иноки. Когда-то, в самом начале V века, около 420 года, здесь на месте пустынных подвигов Иоакима и Иоанны поселились пятеро неизвестных по именам сирийских отцов. Они создали здесь первую такую отшельническую общину. Но вот действительно такую монастырскую организацию, уклад и статус монастыря принес в эту на тот момент уединенную обитель преподобный Иоанн Хазевит. Он был уроженцем небольшого такого населенного местечка Хазива или Кузиба и по названию своей родины и получил свое прозвище, что вообще было нередким явлением вот в этой древней, еще античной, впоследствии римской и византийской традиции. Называть человека по имени, добавляя к нему упоминание о том месте, которое он считал своей родиной или из которого он произошел. Иоанн Хазевит, будучи уроженцем Палестины, сначала проходил свое начало иноческих подвигов, полагал, в Египте. Там приобрел необходимый монашеский опыт и уже с ним вернулся на свою родину для того, чтобы основать прекрасную обитель, начало которой, опять же, было положено пятью вот этими сирийскими отцами. Иоанн Хазевит был замечательным иноком, который собрал множество других монахов под кровь своей лавры, но свою жизнь он окончил в епископском сане, сделавшись архиепископом города Кесарии, который в то время являлся, ну, такой церковной столицей Иерусалимской церкви. А самым известным иноком, который, в общем-то, и дал монастыру современное его имя, являлся преподобный Георгий Хазевит. Преподобный Георгий пришел в монастырь сначала, будучи совсем еще молодым таким иноком. Но поскольку в строгом монастыре существовало правило о том, чтобы не брать туда безбородых, а Георгий был еще настолько юн, что борода у него не росла, то его отправили на берега Иордана, где в монастыре великого наставника монашества преподобного Герасима Иорданского он и совершил свои первые шаги, первые иноческие подвиги, провел первые 10 лет своей иноческой жизни и уже за эти 10 лет сумел стяжать великие дары уже благодаря необыкновенной чистоте своего сердца, своему подвижничеству, сумел приобрести прозорливость, которую тщательно скрывал, и дар чудотворений. Уже молодым, но таким очень опытным иноком он возвращается, приходит опять в монастырь Лавру Хазивскую и там несет еще более просто вообще превосходящие всяческие ум, всяческое человеческое разумение и подвиги. Так, например, в этом невероятно жарком климате этого ущелья он занимается тем, что добровольно печет хлеба для братьев. То есть жарким днем, когда температура в ущелье бывает достигает 50 градусов Цельсия, он еще и целый день проводит за выпечкой хлеба, трудясь у раскаленной жаркой печи. Мало кто вообще из монахов Хазивского монастыря мог вынести это самое тяжелое в монастыре послушание. При этом сам он никогда не ел хлеба. Пищей его были те объедки, которые он собирал после братской трапезы. Он их перетирал в такую кашицу, лепил из этой кашицы шарики, высушивал их на солнце и вот этими шариками питался. Великая святость преподобного Георгия Хазивита привлекала к нему все больше и больше духовных чад и учеников. И духовный облик преподобного Георгия был настолько явственно святоносен, настолько велик и свят, что даже персы, которые разоряли все монастыри, убивали всех встречавшихся им христианских иноков во время своего нападения на Иерусалим в начале 7 века, встретив преподобного Георгия Хазивита в пустыне, не тронули святого старца, но даже дали ему с собой еды, корзины с хлебами и овощами, которые тот раздал своим скрывающимся в пещерах и горах ученикам, пытающимся избежать страшной опасности, которое несло с собой непродолжительное, но очень кровопролитное персидское нашествие. На погребение великого старца Георгия Хазивита собрались все подвижники того времени, и это было таким невероятно значительным событием для православной церкви не только Иерусалима, но и окрестных православных церквей, поскольку слава Георгия Хазивита во всем православном мире была настолько велика, что о нем знали даже византийский император и просили его о молитвенной поддержке и помощи. Лавра преподобного Георгия Хазивита, несмотря на все труды и зауключения, продолжала сохранять свое присутствие на этом месте еще ветхозаветных подвигов и Акима и Иоанна на том месте, где была испрошена эта величайшая благодать рождения Пречистой Девы на протяжении еще достаточно долгого времени. В IX веке монастырь, к сожалению, благодаря постоянным нападкам и искушениям от мусульманских властей, пришел в ветхость, был практически ненаселен, но в XI веке великий византийский император Мануил Камнин опять осыпал монастырь своими милостями, своими милостями и до сих пор свидетельством этого попечения блистательного константинопольского императора о скромной палестинской обители и является сохранившийся иконостас и царские врата XI века, которые можно видеть вот в этом великолепном храме Рождества Пресвятой Владычицы Богородицы. Кроме этого, там сейчас спокоятся и мощи преподобного Георгия Хазевита, и мощи Иоанна Хазевита, и мощи Иоанна Нового Хазевита. Дело в том, что Хазевская обитель после века крестоносцев в XIV где-то столетии опять пришла в упадок, опять уже была оставлена иноками и возрождение ее, ну, был краткий период, когда ее пытались возродить какие-то энтузиасты в XVIII столетии, но в основном, конечно, возрождение пришлось на вторую половину XIX века, безусловно, с помощью из России, когда монастырские строения вновь были приведены в порядок, вновь были заселены иноками, и вот это иноческое присутствие уже почти не прерывалось на протяжении всего остального времени. Надо сказать, что один из настоятелей этого монастыря однажды открыл и совершенно такое потрясающее духовное сокровище, которое сохранялось у самого входа, лежащего вот на отвесной, построенного на отвесной стене этого ущелья Хазивской обители. Однажды этот греческий инок вышел из своего монастыря для того, чтобы, пользуясь таким временем утренней прохлады, пособирать ползающих по камням сейдобных улиток. Надо сказать, что эти улитки являются таким же традиционным для греков блюдом, как и для французов их лягушачьи лапки и те же самые тоже виноградные улитки, которых они, как и прочие коренные обитатели Средиземноморья, употребляют в пище на протяжении вот уже многих веков. И вот, собирая этих самых ползающих по камням улиток, игумен вдруг заметил, что от улиток почему-то пахнет глуханным церковным миром. Его очень удивил, озадачил этот факт. Он проследил за этими улитками и заметил, что все они выползают из какого-то такого отверстия, небольшого, среди камней, который ведет куда-то в глубину скалы. призвав на помощь других братьев работников, он разобрал эти каменные завалы и открыл вход в пещеру, в которой лежали совершенно нетронутые тлением иноки в иноческом облачении, источающие святой мира из своих тел и при этом несущие на себе следы тяжелых всевозможных ран и ударов мечей тех персов, которые озарили эту обитель. То есть, вот так вот улитки, пахнущие миром, помогли игумену обители найти великое сокровище, мощи монахов-монастыря, которые пострадали в начале 7 века во время страшного персидского нашествия приняли мученическую смерть. Эта пещера была переделана естественно в усыпальницу и сейчас в ней хранятся кости этих иноков-мучеников. Не всегда, к сожалению, это место является открыто для посетителей, но можно попросить у монастырского современного начальства ключи, разрешения и пойти поклониться вот этой замечательной святыне, вот таким чудесным образом открытой уже спустя много веков после того, как произошла вот эта мученическая кончина иноков-хазевитской обители. В 20 веке в этом монастыре, который оказался практически заброшен, просиял еще один новый святой преподобный Иоанн Новый Хазевит. Это был румынский инок, родившийся недалеко от Яс. Он еще в юном возрасте, испытав все тяготы сиротства, переселился в святую землю, вступил в одно из румынских небольших братств, которое подвязалось на берегу Ордана, был там и экономом, и исправлял всевозможные другие монастырские обязанности. И в то же время он постоянно стремился к уединенной монашеской пустынной жизни. Поэтому он оставил в какой-то момент свой обитель, это было где-то вот перед Второй мировой войной, еще в 20-е, 30-е годы, 20-го века, и поселился в той самой пещере, в которой по преданию потрудилась в подвигах молитвы праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы. Здесь он терпел довольно много нападок от окрестных бедуинов, но не оставлял места своего подвига, жив в великой простоте, скромности скромности аскезы и всего его, так сказать, всех сокровищ, которые остались после него, после его блаженной кончины, которая произошла 5 августа 1960 года, это был чемоданчик с его стихами, всю свою жизнь он писал стихи, такие очень трогательные, естественно, румынском языке, и вот они-то и составили его посмертное сокровище, его посмертное наследие, а также его молитвы. Мощи Иоанна Нового Румына были обретены игуменом новой обители, положенные в храме Рождества Пресвятой Ладычицы Богородицы в центре, в главном храме монастыря Георгия Хазевита, и сейчас любой желающий, кто посетит это место, может приложиться и спросить молитву этого великого святого нашего времени. Особенно, конечно, его любят и почитают румыны, но и другие православные христиане, паломники на Святую Землю охотно и с верой прибегают к мощам преподобного Иоанна Нового Хазевита, румынского подвижника. Некогда одной из святынь монастыря являлась также чудотворная икона, которая именовалась Хазевитиса, икона Божьей Матери, не очень большого размера, прославившаяся многими чудесами. Однако, в XIV веке, когда монастырь вторично пришел в тяжелейшее запустение, оставшиеся иноки, которые приняли решение переселиться на греческий остров Патмос, тот самый, где совершилось откровение Анну Богослову, унесли с собой и свою святыню, замечательную икону Хазевитису, но зато теперь там можно приложиться к этой древней палестинской святыне и спросить перед нею молитв. Ну, к числу каких-то вот таких святынь этого монастыря, которые сохранились и по сей день, относятся также и главы, и мученические останки, и других святых угодников Божиих, монахов, которые здесь подвязались, которые лежат также в храме святого великомученика Стефана, расположенного рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы, а кроме того, здесь также можно подняться выше церковного купола и оказаться в той самой пещере, где когда-то праведный Иаким молился, проводил свою жизнь в молитве, в поклонах, и в этой же пещере некогда скрывался от преследования нечестивого царя Ахава, святой пророк Божий Илья именно здесь, у этого Харавского потока, который до сих пор бежит по дну ущелья Вадик-Ельт, вороны кормили святого пророка хлебом и мясом для того, чтобы он смог перенести эти тяжелые безводные годы, послужившие наказанием впавшему в нечестие израильскому народу. Вот такими святынями такой славной историей обладает сейчас замечательный монастырь преподобного Георгия Хазеита. Если пройти немного ниже и дальше в сторону Иерихона, то можно попасть в небольшой такой маленький пещерный скит, где-то минут двадцать нужно идти по склону ущелья, но ни в коем случае не забыть при этом взять с собой воды, потому что климат там очень жаркий, это очень опасно, можно получить тепловой удар, если это жаркое время года, и можно оказаться в скиту Святой Анны, в том самом скиту, в котором когда-то хранились и мощи Святой Праведной Анны, лишь впоследствии перенесенные иноками этой палестинской обители на Афон, где они также на самой оконечности Святой Афонской горы устроили знаменитый скит в честь Святой Праведной Анны, относящийся к монастырю Великой Лавры, где до сих пор хранится часть ноги и стопы этой великой еще ветка заветной святой. Сейчас в этом небольшом скиту так скромно своими руками восстановленным в течение уже многих лет подвизается македонский подвижник, которого зовут брат Блаже. Несмотря на те страдания, которые испытал здесь когда-то бедуинов его предшественник праведный преподобный Иоанн Румын, брат Блаже сумел подружиться с местными бедуинами и те всячески им помогают, приносят ему воду, но к сожалению явилась новая напасть. Местные израильские полицейские, которые иногда делают нападение на его уединенную обитель, пытаются изгнать праведного старца с места его подвига, но вот уже не первые десятилетия, уже, наверное, больше 20 лет брат Блаже до сих пор несет свой молитвенный труд, молитвенную вахту в этом святом месте, связанном с именами святых праведных Акима и Иоанны, дорогих каждому православному человеку. Вот такое замечательное место является собой древний обитель Георгия Хазевита, построенный на том самом месте, откуда впервые раздалось радостное благовестие о том, что в этот мир придет величайшая из жен преснодева Мария, владычица и царица всего этого мира, сподобившаяся родить Господа нашего Иисуса Христа, вот пришествие, которое в этот мир мы начинаем праздновать с празднования в честь явления в него прежде Пресвятой Владычице Девы Марии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...